МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фонд Михаила Прохорова словно неутомимый садовник из года в год возделывает дерево театрального искусства в нашем городе. Привозит к нам селекционные, часто сенсационные, избранные плоды театрального искусства страны. В этот раз экзотические для Сибири фрукты из Питерского театра Ленсовета. И все одного режиссера Юрия Бутусова. А эти белые экраны по краям сцены тоже будут чем-то заполнены? Спрашиваю я у техника. Только светом. Утро. Начинается репетиция. И будет идти она практически весь день. Сразу после нее у Юрия Бутусова встреча с красноярскими режиссерами в Доме актера. А после встречи спектакль. Он будет длиться почти пять часов. Безумная концентрация и постоянные репетиции помогают нам держать тонус и показать красноярскому зрителю спектакли в том качестве, в каком мы их играем дома. Рассказывает артист театра Ленсовета Роман Кочержевский. Спектакль нам предстоит увидеть, конечно, особенный. Даже судя по декорациям. Посмотрите на это великолепие. Мы видели, что каждый спектакль на этом фестивале особый. Бутусов создает особый мир. Здесь только ковров несколько десятков. Проходим. Сейчас финал третьего акта. Слышу я в портере. Кого вы играете? Спрашиваю я актера Виталия Куликова. Андрея, отвечает он. Давайте пройдем переход между сценами, говорит режиссер. Готовы? Да. На что тебе? Андрюша руком должен. Ну и вот с ним. Это просто возглудительно. Мы с тобой не видны. Я работаю. Хожу в гимназию. Он мне не комфортен. Все мое ношу с собой. Мне ничего не нужно. Но меня возмущает несправедливость. Вот характерный пример режиссерской манеры Юрия Бутусова. Три главные героини на сцене в этом действии. И они ни слова не говорят. Все действие скрыто от зрителей. Но посмотрите, как актерская энергия пробивает пространство. Именно с ней и работает режиссер. Актер Иван Бровин смотрит репетицию. Он тоже занят в спектакле. Но не в главной роли. Красноярский зритель теперь уже навсегда запомнит его, в роли Магбета в спектакле Бутусова. Что за особая манера у Бутусова в работе с молодыми актерами? Спрашиваю я актрису Анну Ковальчук. Он работает, идет от артиста. То есть дает тему, пьесы, или просто задает какую-то тему. И артисты приносят то, что их волнует. В основном, почему получаются такие яркие, энергичные спектакли? Потому что молодых артистов не загоняют в какие-то режиссерские рамки, рисунки. А режиссер ждет что-то от артистов. Они приносят современную музыку. Они приносят какие-то свои там безумные переживания, которые можно именно на сцене проявить и разорвать себя. И зарядить энергетикой режиссера, и в том числе и зрителя. То есть это такое соавторство? Обязательно. Я этого требую! Просто, может быть, в других спектаклях по Чехову некоторые линии не до такой степени раскрыты, как это делает режиссер Бутусов, комментирует актриса Анна Алексахина. Но плакать зрители будут? Уточняет корреспондент. Мне кажется, что да, отвечает актриса. Мы в Красноярском доме актера, и в этом зале сейчас состоится мастер-класс режиссера Юрия Бутусова. Зритель, пришедший ко мне на спектакль, должен работать. Это его задача. Я не должен его развлекать. Я должен его заманить. Я не хочу обслуживать текст. Я хочу сочинять мир, восклицает режиссер Бутусов. Мне со временем пришло понимание того, что самое важное в жизни режиссера – это репетиция. Репетировать – это очень страшно. В этот момент я должен ощутить, что я как будто бы имею право. Право требовать делать так, как я хочу. Это мне помогает сделать спектакль. Я настаиваю на этом, что мы должны заключить договор с артистами, что типа я – большой режиссер, а они – большие артисты. И любой артист любого уровня, например, Константин Райкин, понимает и играет в эту игру. Когда это доверие возникает, начинаешь любить приходить в театр. Любить, репетировать. Проверьте, подключена гитара или нет, обсуждают актеры подготовку музыкального номера. В каждом спектакле Бутусова звучат песни. В каждом спектакле заняты музыканты. Каждый спектакль большой по продолжительности – 4-5 часов. Каждый длиною в жизнь. В жизнь, которую хочется прожить заново. Не пропустив ни одного акта, ни одной сцены. Звенит, как барабанная дробь Кабаре Брехт, харкает кровью и гордыней Макбет, крадется по сцене сентиментальная история любви в женитьбе Гоголь, словно вечерний Петербург окутывает сумерки, хлещет эмансипированный милитаризм в трех сестрах. «Жизнь» – это история, рассказанная идиотом, наполненная шумом и яростью, и не значащая ничего. Шекспир, Макбет, акт пятый, сцена пятая. Эти бутусовские долгие спектакли жизни – бесцельные, бесценные, вроде совсем без радости, но всегда с надеждой на будущую долгую счастливую жизнь. Уже не важно, чью. Мы в Красноярском доме офицеров. Здесь открылась выставка художника Ильи Дмитриевича Титова. Она называется «Моя живительная сила». Это действительно художник-монументалист, рассказывает искусствовед Елена Безызвестных. Потому что даже в этой маленькой картине крупный монументальный образ. Мы хотим еще раз вспомнить тех людей, которыми гордимся. Илья Дмитриевич – ветеран войны. Видел ужасы ее, но сохранил, пронес, через поля сражений тепло в душе. И дар дарить людям радость в спокойных, безмятежных красках. Там, когда идешь по берегу, это все и видишь. Вот здесь была береговая оборона, рассказывает ветеран, рассматривая работу Ильи Титова, Сталинград, 1943 год. Войну Титов никогда не рисовал. Его тема – пейзаж. И вот даже здесь, посмотрите, его Сталинград, 1943-го – это пейзаж. Земля без людей. Можно сказать, что вот этот художник, который, безусловно, реалист, 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 когда смотришь его работы все вместе, ты видишь, насколько это большой художник, крупный художник. О, там вообще безупречность, восторгается пейзажем художник Виктор Осадчиков. Видишь, за счет мелкой прорисовки, как выходит передний план, и как художник создает пространство, обобщая задний раз и глубина. Он как раз пытается соединить большой формат с камерной вещью, восхищаюсь я. В том-то и дело поддерживать Елену Безызвестных. Самая мелкая проработка деталей вместе с тем не разбивает картину, а собирает ее, это мастерство. Он горы предпочитал рисовать, любил их, объясняет искусствовед. Саяны обожал, все эти пики, снега. Он прошел с пацанов до конца войны. Скромный трудяга, без наград и грамот, вспоминает Валерий Иннокентьевич Кудринский. Всю жизнь работал и занимался своим делом. На выставке больше двух-трех работ никогда не давал. Скромный был, никогда не возмущался за место на стенах. Рисовал до самой смерти. Когда первый раз видишь эти работы, кажется, что они огромные. Художнику удается безграничное пространство природы зарифмовать в такой камерный формат. Таким прекрасным мир может видеть только безгранично смелый человек. Природа только сильным духом открывается. Таким отчетливо точным мир изображать может только честный человек. Природа не терпит фальши. Таким мир воспринимать может только тот, кто знает, что этот мир бесценен. От валуна у подножья горы до снежинки на снежной вершине. Бесценно. Я говорю здесь сейчас о вершинах не только природы, но и человека. И если кружится голова у зрителя от этой красоты, то это от обилия воздуха и света на холстах Ильи Титова. Пропитаны они ими. Промыты. Мы в Красноярском музейном центре и пригласили сюда зрителей нашей программы, для того, чтобы они уже в реальности, а не только с экрана телевизора, послушали лекцию о современном искусстве. Проект этот экспозиционно-просветительский. С одной стороны, это интересные картинки на белых стенах, чистый музей. А с другой стороны, эти картинки – фрагменты четырех книг, которые посвящены лексикону современного искусства. На этой лекции, на самом деле, сегодняшней первой, я решил сделать акцент все-таки на русском авангарде. Буква «А», читаю я надпись. Когда ты будешь бородат, поймешь, наверное, авангард. Туристы с корабля современности, давайте сбросим отжившие ценности. И вправду, в начале века, в десятые годы, уже еще перед Первой мировой войной, движение туристическое, что в Италии, что в России, набирало обороты и было очень активным. И, в первую очередь, было настроено антиконсервативно. Они хотели просто переделать этот мир буквально, но тем самым создавая новые художественные ценности. Собственно, вся эта экспозиция состоит из четырех книг. На стенах выставлены фрагменты, листы этих книг. Каждая из книг – это, собственно, учебник по современному искусству. Часто очень ироничный, даже жесткий, ернический. Ну, допустим, «Каляки-маляки» – «Малевич». Хоть какая-то польза от черного квадрата – кружка. Хоть какая-то польза от черного квадрата – кастрюля. Я пытаюсь еще осветить те проблемы или те оппозиции, которые возникали внутри авангарда. Потому что часто его представляют как единое движение. Нет, это не так. Особенно после революции. После революции началась среди художников, и точно так же, как внутри партии большевиков, началась борьба за власть, за культурную гегемонию. И те художественные институции, которые создавались, там, Хутейн, Хутеймас, они все время бурлили. Это всегда находилось в каком-то состоянии конфликта. Потому что все претендовали не просто на то, чтобы стать там мега-художниками, но чтобы диктовать свои методы и правила остальных. А у Марка, у Шагала, хоть Шагалом все летало. Вообще Шагал, будучи в Витебске в 18-18 году, заведовал там художественной школой. И когда он пригласил туда Малевича, он не знал вообще, кого у себя на груди пригрел. Малевич буквально выгнул Шагала и создал свою группировку «Унавист», куда вошли многие авангардисты, ну, или, можно сказать, супрематисты. Они придумали даже новый язык, новые слова для обозначения своего искусства. Ну, можно сразу вспомнить и Элия Лисицкого. Рядом с такой татуировкой Элия Лисицкого соответствующее стихотворение. В искусстве часто так бывает, чтобы видом не напоминать овец, вам всем бы надо знать контекст. Кандинский был уже состоявшимся юристом, когда в 90-е годы 19 века он обратился в искусство. Кандинский, как зачинатель абстракции, и после него Мандриан, они оба нашли свой путь в музыкальности живописи. Василий Кандинский пытался создать такую систему, которая бы позволила другим художникам воспроизводить ее, но уже в своей манере. А вот у Малевича не было такого представления, как манера. Малевич считал, что искусство является жизнеустроительным. Оно должно мир изменять. Карл Маркс говорил, что если философы раньше интерпретировали мир, то теперь они должны его изменять. То же самое произошло и с художниками в начале 20 века. Они стали активными, действующими философами, которые вместо книжек создавали образы. Это все на этой неделе. Увидимся на концертных площадках и в музейных залах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова